Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. В Самаре детские спортивные секции останутся закрытыми еще на неделю. Такое решение приняли на городском штабе по борьбе с коронавирусом. Техосмотр не будет обязательным для водителей легковушек. Правительство поддержало новый законопроект. Кого не коснутся новые правила? Ключи от новых машин. Автопарк регионального ГИБДД пополнили 197 патрульных автомобилей. Детские спортивные секции в Самаре пока будут работать только в онлайн-режиме. А с охранниками торговых центров проведут инструктаж, чтобы они обязательно требовали у посетителей не только QR-код, но и паспорт. О чем еще говорили на городском оперштабе под председательством главы Самары Елены Лапушкиной в нашем сюжете. Охранники в торговых центрах Самары должны требовать у посетителей не только QR-код, но и документ, удостоверяющий личность. В противном случае проверка имеет мало смысла. Об этом говорили на городском оперштабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Как показали рейды, в минувшие выходные два торговых центра в Самаре пускали всех посетителей без предъявления QR-кодов. Им выписаны штрафы. Единичные нарушения нерабочего режима были зафиксированы почти во всех районах города. Работали филиалы банков, ломбарды и салоны красоты. К ним будут применяться штрафные меры. Что касается заболеваемости коронавирусом, то самое высокое сейчас фиксируется среди работников предприятий, которые не могли остановить производство на период нерабочих дней. Глава Самары Елена Лапушкина дала поручение к следующему заседанию штаба подготовить базу данных, в которой будет указано, на каких именно производствах наблюдается всплеск заболевания, где живут заболевшие, какого они возраста и прошли ли вакцинацию. Нам даже для разговора с руководством этих предприятий, потому что рост достаточно серьезный. В ближайшую неделю спортивные секции для детей в Самаре будут закрыты. Речь идет как о спортивных школах, так и о частных клубах. Пока тренировки возможны только в онлайн-режиме. Что касается взрослых, то они могут посещать и секции, и фитнес-клубы при предъявлении QR-кода о вакцинации, о перенесенном заболевании или ПЦР-теста. Он действителен в течение 72 часов после сдачи. Несовершеннолетним даже в сопровождении взрослых пока вход в фитнес-клубы и бассейны запрещен. В Оперстабе было принято решение сохранить дистанционный формат тренировочных занятий для спортсменов, которые занимают спортивные школы в спортивных секциях. Связано это с тем, что в наших группах, как правило, дети находятся из разных возрастов и из разных школ. А так как основная задача на текущий момент все-таки разграничить количество контактов, максимально разграничить, поэтому мы на этой неделе сохраняем это ограничение. Соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований остается на усиленном контроле. Особо тщательно районные власти будут следить за соблюдением режима самоизоляции и больными, находящимися на амбулаторном лечении. Те, кто не соблюдает домашний режим, создают угрозу жизни и здоровью окружающих. Пассажиры общественного транспорта также должны неукоснительно соблюдать масочный режим. В случае отказа надеть средства защиты, нарушителей будут штрафовать. Виктория Шара и Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 1783 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 147 883. Такие данные 9 ноября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 825 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 110 074 пациента. Всего в России за сутки выявили более 39 тысяч случаев заболевания ковидом. Пожилым жителям области сейчас как никогда нужна помощь социальных работников. Они приносят на дом продукты, либо лекарства, помогают с оплатой счетов, а также сопровождают на пути в поликлинику. Они всегда на передовое и в их помощи нуждаются здесь и сейчас. Как работникам этой сферы защитить собственное здоровье и здоровье своих подопечных? Самый действенный способ пройти вакцинацию. Об этом подробнее расскажет Михаил Ермоленко. Наталья Косьмина – социальный работник со стажем. На службе уже больше 22 лет. В родном селе Багана Шанталинского района у женщины на попечительстве 11 человек. И у каждого свои потребности. Кому-то надо помочь оплатить коммунальные платежи, сходить за продуктами, а кого-то просто поддержать добрым словом. И, конечно, всем подопечным рассказать о том, как защититься от коронавируса с помощью прививки. А также сопроводить желающих до прививочного пункта или вызвать медработников на дом. Благодаря такой методической работе женщине уже удалось обезопасить всех, кому она ежедневно помогает. Мы уже все равно контактируем, ходим. На одном месте не сидим. В магазин тоже ходят. Мне постоянно же мы приносим продукты. Им же тоже нужно общение. С соседями общаются, выходят. Шанталу надо, больницу надо. Есть, которые у меня ездят в Самару, больницу. Им это надо. Они без слов у меня насчет этого. Надо, значит, надо. Сама Наталья полностью завершила вакцинацию в апреле этого года. Совсем недавно, в октябре, сделала прививку повторно. Говорит, что личному примеру следует охотнее. Так же считает ее подопечная Ирина Макшанова. На примере соцработника они с мужем тоже решили вакцинироваться. У меня много болезней еще хронических. Думаю, еще не дай бог заболеешь, потом оттуда уже не выберешься. Это какая-то надежда есть. Или не заболеть, или как-то более легко перенести это заболевание. В Центре социального обслуживания населения Шанталинского района показатели по вакцинации высокие. Привились практически 100% сотрудников. Не отстают от соцработников и их подопечные. Из числа получателей соцуслуг привились 70%. В районе проживает 2720 граждан старше 65 лет. 785 человек находятся на социальном обслуживании. Из них 532 человека прошли вакцинацию. 93 сотрудника организации, 81 из них которых социальные работники, почти в полном составе прошли вакцинацию. Не прошли только те, кто имеют официальный медицинский отвод. Волна COVID-19 в Самарской области продолжает расти. И сейчас как никогда необходимо использовать доступный механизм защиты от новой инфекции. Вакцинация – эффективный и пока что единственный способ обезопасить себя и окружающих. Особенно важно получить прививку, если ежедневно контактируешь с большим количеством людей. Такая необходимость существует и для пожилых жителей региона. Они могут вызвать медиков для проведения вакцинации на дом. Всего лишь нужно обратиться в свою поликлинику. Михаил Гермоленко, События. В этот вторник начал свою работу контакт-центр Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, где можно получить самые быстрые и правильные ответы на интересующие вопросы. Например, о выплатах на детей, разблокировке социальных транспортных карт, выплатах для выпускников школ. Центр работает с понедельника по четверг с 9 утра до 6 вечера и в пятницу с 9 до 17 часов. Телефон горячей линии вы видите на экране. Зарегистрироваться на госуслугах, не выходя из дома. У жителей Самарской области есть возможность дистанционно создать, подтвердить учетную запись на портале государственных и муниципальных услуг, а также распечатать QR-код о прививке или перенесенном заболевании. Для этого не нужно ходить в госучреждения или МФЦ. Самарцам рекомендуют воспользоваться электронным способом регистрации в избежании образования очередей и несоблюдения социальной дистанции, что создает риски распространения новой коронавирусной инфекции. С инструкцией можно ознакомиться на сайте многофункционального центра. Электронный адрес вы видите на экране. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарая уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Андрей и уважаемые телезрители. Дмитрий Азаров поручил проанализировать цены на хлеб в Самарской области. С чем это связано? Цены на этот продукт в последнее время колебались от 9,5 до 12,5%. Но в ближайшее время ожидается стабилизация ситуации. Как она будет достигнута, расскажу сразу после курса валют. Курс доллара на 10 ноября – 71 рубль 28 копеек. Евро – 82 рубля 64 копейки. Нефть марки Brent торгуется на отметке 84 доллара 3 цента за баррель. Стоимость биткоина выросла почти на 7% и в ходе торгов превысила отметку в 66 тысяч долларов впервые с 21 октября. По данным портала, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 6,7%, почти до 66 тысяч долларов. Динамика везде приводится за сутки. Стоимость биткоина растет третий торговый день подряд, восстанавливаясь после трех сессий снижения. Дмитрий Азаров поручил проанализировать цены на хлеб в Самарской области. Повышение цены на этот продукт колебалось от 9,5 до 12,5%. Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин рассказал, что на текущий год объем зерна составит почти 2 миллиона тонн, что в полной мере закрывает внутреннюю потребность в продовольствии. При этом предприятия по переработке муки и хлебопекарной промышленности получают субсидии, чтобы компенсировать расходы на закупку зерна и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. По словам министра, это позволит в ближайшее время снизить цену на муку и хлеб. Губернатор Дмитрий Азаров поручил мониторить цены не только на зерновой продукт, но и на овощи. Проверяться будут как крупные торговые сети, так и оптовые компании. В октябре российские банки резко сократили выдачу потреб кредитов из-за всплеска заболеваемости COVID-19. На выдачу также повлияли новые ограничения со стороны Центробанка, считают эксперты. Темпы необеспеченного кредитования в России показали самый резкий спад в месячном выражении с пандемийной весны 2020 года. По оценкам аналитиков, банки выдали населению 1,8 миллионов кредитов наличными на 565 миллиардов рублей. По сравнению с сентябрем количество новых суд сократилось на 8,7%, а объем на 10,5%. За исключением сезонного спада, характерного для января, такого резкого сокращения выдачи в месячном выражении не наблюдалось с апреля прошлого года, когда в России действовал режим самоизоляции на фоне первой волны пандемии коронавируса. В России необходимо изменить методику расчета прожиточного минимума и поднять этот показатель до 20 тысяч рублей. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Для установления прожиточного минимума используется специальная методика. Определяется медианный доход граждан и используется соотношение 44,2%. Соответственно, надо менять соотношение в сторону увеличения и обеспечивать реальный доход граждан, заявил Нилов. По словам депутата Госдумы, для расчета прожиточного минимума следует поднять соотношение из медианного дохода более чем на 15%. К слову, в европейской практике соотношение доходит до 60%. Сейчас прожиточный минимум составляет 11 653 рубля. Для трудоспособного населения – 12 702 рубля. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В преддверии профессионального праздника. 10 ноября в стране отметят День полиции. Самарским инспекторам ДПС передали ключи от новых патрульных автомобилей. Какими моделями пополнился автопарк ГИБДД области и чем служебные машины отличаются от гражданских версий, расскажет Максим Магомедов. Автопарк региональной госавтоинспекции пополнили 197 новых патрульных машин. Начальник областного главка полиции Александр Винников в торжественной обстановке вручил ключи от автомобилей сотрудникам Самарского полка ДПС. Хочу поздравить вам с нашим праздником. Днем сотрудника областного отдела. Поблагодарить за службу, чтобы вам удобно и комфортно работать и основное результативное. Обновление служебного транспорта произошло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». За два предыдущих года автопарк ГИБДД пополнили 126 автомобилей «Шкода» и 4 внедорожника «УАЗ Патриот». Очень здорово, потому что мы укрепляем очень серьезную материально-техническую базу всех подразделений ГИБДД Самарской области. Это, конечно, позволит сотрудникам ДПС на маршрутах патрулирования более качественно, более эффективно нести службу, соответственно, предупреждать, пресекать, выявлять нарушения в области дородного движения. Автомобили направят во все подразделения области, где они требуются. Старые, но еще пригодные машины передадут в другие структуры, а те авто, срок у которых вышел, спишут. Срок службы новых патрульных машин составляет 5 лет или 200 тысяч километров пробега. Это современный автомобиль «Ладо Веста». На нем стоит, установлен максимально возможный двигатель. Для этого автомобиля 1,8, максимальной мощности. От гражданского он отличается повышенным дорожным просветом. Полностью автомобиль укомплектован для несения дорожно-патрульной службы. Самарская область в лидерах по количеству обновляемого автопарка. За последние два года заменили 30% служебных машин во всех подразделениях Министерства внутренних дел. За три года службы в ГИБДД Александр Быстряков успел оценить несколько моделей патрульных автомобилей. Мы очень рады «Ладо Вест» на самом деле, потому что предыдущие были «Лада Гранта», «Лада Приора». Приходит смена новой автопатрульной машины с высоким клиренсом 203 мм, что очень важно для наших дорог. Потому что службу приходится нести не только по хорошему покрытию, но и в местностях, где песчаный грунт. Для фиксации правонарушений на автомобилях установлена камера кругового обзора. Также смонтирована камера внутри салона. Патрульные машины оборудованы современными светодиодными маяками. Благодаря применению новых материалов при нанесении цветографических схем на борт патрульного транспорта, он стал более заметным на дороге в темное время суток. Для комфортного несения службы зимой автомобили оснащены подогревом лобового стекла, сидений и руля. В багажнике есть отсеки, в которых хранится необходимое оборудование для оказания помощи пострадавшим в результате ДТП. Максим Магомедов, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях дня. Российский Совет торговых центров обратился с просьбой о господдержке для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов к российским властям. В качестве возможного решения трудностей предлагается ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС, а также возможность субсидирования коммунальных платежей. Помимо того, Совет просит правительство включить индустрию ТЦ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса сфер экономики. Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны могут полностью освободить от трат на жилищно-коммунальные услуги, в том числе и от оплаты капремонта. Соответствующий законопроект направили в правительство. Сейчас ветераны и инвалиды войны оплачивают половину стоимости коммунальных услуг. Траты предполагается компенсировать за счет федерального бюджета. Расходы на льготы в 2023 году составят свыше 1 миллиарда рублей. Законопроект коснется более 100 тысяч человек. Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра, который ранее был внесен в Госдуму. Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам и используются в личных целях. Вместе с тем, закон не распространяется на машины такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров. Отмечается, что техосмотр будет нужен при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. Египетские курорты Хургады и Шарм-э-Шех стали доступнее для россиян. 9 ноября страна возобновила чартерные рейсы. Это произошло впервые за 6 лет. Первый рейс отправился в Хургаду ночью из Нижнего Новгорода. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что с возобновлением чартерных рейсов как минимум из 35 регионов России появятся новые предложения по перевозке. Они приведут к удешевлению перелета, который входит в турпакет. Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения вследствие теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Именно Египет стал абсолютным лидером среди направлений для новогоднего путешествия. Об этом сообщают туроператоры. На долю этой арабской республики приходится 35% от всех новогодних бронирований. Следом идут Турция, УАЕ и Мальдивы. Выбор россиян пал также на Доминикану и Кубу. Темпы бронирования туров по РФ сейчас отстают примерно на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом произошло перераспределение спроса. Например, желающих встретить Новый год в Санкт-Петербурге стало больше на 33%. А зимний Сочи просел на 14%. Но по мере приближения горнолыжного сезона он быстро восстанавливает позиции. В отелях Красной Поляны забронировано уже 60% мест. Популярно также при Эльбрусье, сообщили в Российском Союзе туриндустрии. Метеорологи обещают температурные качели на этой неделе с усилением порывов ветра. Резкое похолодание, которое самарцы заметят уже в ночь на среду, усилится в четверг, а затем придет потепление. Такие риски и перепады не могут не отразиться на здоровье. Как сохранить как физическое, так и ментальное самочувствие, разбиралась Мария Левина. Сначала город накрывал туман, а потом вышло солнце, и столбики термометров показали плюс 8. У природы нет плохой погоды, однако не всем по плечу такие капризы. Зима близко, говорят метеорологи, и предупреждают о температурных качелях уже на этой неделе. Ситуацию сугубит сильный северный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Конечно, погода в ближайшие три дня будет неустойчивой. В ближайшие сутки нас ожидает смена погоды. На среднюю Волгу идет похолодание. В ближайшие сутки температура ночная и дневная будут примерно одинаковыми. От минус 3 до плюс 2 градусов. Ощущения будут вместе с такой температурой и усилением ветра как бы нехорошими для людей. И атмосферное давление начнет интенсивно расти. В четверг столбики термометров опустятся еще ниже. Ночью ожидают до минус 10. Возможен снег. Но рано радоваться зиме. Уже в конце недели погода снова удивит. В пятницу синоптики ждут потепления благодаря движению атлантических воздушных масс. А вместе с ним и мокрый снег. Медиачувствительные люди уже сейчас чувствуют перемены. Больше всего страдают сердечники. Это гипертоники, у кого повышается давление. Больные с эшемической болезнью сердца. Нарушение ритма. Все они достаточно чувствительные к изменениям погоды. В первую очередь рекомендуем предварительно, если они знают, что будут изменения погоды, какие-то геомагнитные влияния. Немного увеличивать дозу препаратов, которые они принимают постоянно. Где-то в среднем на полтаблетки в день обязательно. Если это связано, например, с понижением давления, то есть гипотоников на фоне изменения погодных условий, то рекомендуется увеличить количество жидкости. Лучше, конечно, минеральной воды, более соленой, потому что она более способствует повышению давления. Спасет и чашечка кофе, если только вам нужно поднять давление. Но кофе должен быть сладким. А тем, кто отказался от кофеина, рекомендуют зарядку. А именно, упражнение с поднятием ног и рук вверх, лежа. И, конечно, важно не пренебрегать консультацией медиков. Есть и те, кто без видимых физиологических причин не находит себе места, списывая все только на осеннюю хандру. Психологи утверждают, что хандра зависит от типа нервной системы человека, который, в свою очередь, передается генетически. Если вы, к примеру, замечали склонность к меланхолии у своей бабушки, то, вероятнее, и вам она будет близка. Если не сейчас, то с годами. И главное здесь, говорят специалисты, это принять свое состояние. Конечно, не нравится болеть. А кому нравится? Конечно, не нравится плохая погода. Хочется солнца, не хочется дождя. И дождь вообще это навевает такое, ну то, что грустное настроение. А вот настроение размышления, так сказать, анализ такой. И не всем все нравится. Вот эти вот такие вехи, которые человек проходит в своем развитии личностном, они не хороши, не плохи. Они есть, они всегда будут. Когда вышел замуж и неудачно. Или наоборот, когда родился ребенок, а он болен. Очень много ситуаций, когда человек не хочет принять. Осень надо принять. Со всеми ее дождями, холодом. Но не все это могут. И это тоже развитие личности. Это ментальное здоровье. Впрочем, если верить статистике, то осенней грусти подвержены лишь 7% населения. В то время как остальные в межсезонье проблемы не видят. А напротив, в любом времени года находят что-то удивительное и неповторимое. В нынешней эпидемиологической ситуации делать это становится сложнее. Чтобы поддержать население, на этой неделе на базе медицинского университета начнет работу горячая линия, где можно будет бесплатно получить помощь психологу. Мария Ильевна, Григорий Плешаков, События. В ноябре пианисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Его установили по инициативе музыкальных сообществ для популяризации клавишного инструмента. О том, как выглядит современный пианист и почему важно получать классическое образование и работать с педагогом, расскажет Никита Колосов. Музыкант Павел Куприянов играет на фортепиано с 7 лет. Регулярно выступает на концертах сольно и с оркестром. Сам пишет музыкальные треки, поет и работает саунд-дизайнером. С помощью одного синтезатора и библиотеки звуков он может сыграть и прописать партию для любого инструмента. Скрипки, трубы, гитары и даже барабанов. Для меня клавишный инструмент очень универсальный. Можно, ну вот любой звук, который есть, любого инструмента, его можно воссоздать как-то. Причем очень реалистично, потому что кто-то где-то там, какая-то компания, которая делает эти звуки, например, они берут там виолончелиста и он записывает каждую ноту отдельно. Вот он сидит и записывает. А потом ты нажимаешь одну клавишу и у тебя звучит эта нота, как будто ты сыграл. Постановка рук, знания аккордов и гармонии. По мнению музыканта, сегодня всему этому можно научиться самостоятельно, благодаря интернету. Но этот путь не для каждого. Поэтому многие по-прежнему предпочитают заниматься в школе с преподавателем. Педагоги часто помогают раскрыть талант и привить любовь к музыке. Марина Калмыкова работает в детской школе искусств уже больше 10 лет. Она преподает вокал и игру на фортепиано. Тяга к музыке проявилась еще в детстве. В 5 лет Марина Усичева пыталась подбирать на черно-белых клавишах простые мелодии. После того, как родители заметили это, ее отдали в детскую школу искусств. Уже после окончания музыкального училища Марина снова вернулась в родную школу, но уже в качестве педагога. Признается, что в жизни у нее есть две любви – это музыка и дети. И все это соединилось в ее профессии. Что касаемо игры на фортепиано, тут включаются очень большие такие нейронные связи. Для мозга это очень как бы полезно. Вообще математика и музыка, они идут вместе. И музыка как раз она развивает то же самое полушарие, что и отвечает за математику. В плане психологии, психиатрии для детей это просто вещь незаменимая. Для того, чтобы научиться играть на фортепиано профессионально, педагоги советуют заниматься только на классическом инструменте. Чтобы правильно тренировать свой слух и технику, важно ощущать вибрации, тембр и глубину звука. Но для создания новых, не похожих ни на что мелодий и ритмов, нужен уже синтезатор, который в соединении с компьютером становится меди-клавиатурой. Никита Колосов, Максим Гусев, События. На этом выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!